Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о препаратах для выращивания растений, стимуляторах, удобрениях. И вот прежде чем вам рассказывать о каких-то препаратах, я непременно их испытываю на своих растениях. Если я вижу, что результат хороший, то с удовольствием делюсь своим опытом и своими знаниями. Уже в прошлом году и даже, мне кажется, и раньше мы рассказывали вам о препаратах компании Биотехсоюз. И у нас были вот такие вот препаратики. Это для ускорения компостирования. Были вот такие бутылочки, это и комик урожайный, чтобы наши растения лучше росли и развивались. Это и как удобрение, опять же, и как стимулятор, и даже с фунгицидным действием вот эти препараты. А сегодня я вам хочу рассказать о препарате, который называется Биоспектр. Совершенно им очаровано, потому что действительно очень хорошие действия. И в прошлом году мы сажали где-то, по-моему, или в августе, или в сентябре землянику в грунт саженцы. И были это ремонтантные сорта. Дорогие друзья, они у меня зацвести еще успели к осени. Вот такое мощное стимулирующее действие у этого препарата. Здесь находится экстракт вечно зеленого растения Юки Шидегера. И вот это растение, оно очень широко применяется и в косметологии, и даже для питания животных. Тоже они начинают лучше себя чувствовать, там отдача у них, продуктивность выше. И для растений тоже применяют этот экстракт вот этого растения. Это растение у себя на родине называют дерево жизни. Оно обладает такими свойствами, что вот экстракт из этого растения, ну, просто как эликсир для всевозможных и рассадных культур, и для комнатных цветов. Вот посмотрите, видите, давно-давно купила в магазине этот цветочек. И вот с этими препаратами не прекращает свистеть. Одни цветочки, бутончики я отрезаю, другие у него нарастают, нарастают и нарастают. Дальше, что вот я вижу на своих растениях. Посмотрите, дорогие друзья. Я сеяла землянику. И вот с применением этого препарата Биоспектр я получила такой эффект, что у меня даже вот в таком уже возрасте моя земляничка зацвела. Еще вот предстоит еще одна пикировка ей, для того, чтобы высадить уже в отдельные стаканчики, она уже с цветочками. То есть здесь вот и написано как раз на этой упаковочке, на бутылочке, что это стимулирующий эффект и для ускорения роста, и для ускорения цветения. Здесь такая фразочка есть, индуктор цветения. Вот он и получается. Посмотрите, и комнатный цветут, и вот такие плодовые растения тоже раньше зацветают. Применять этот препарат можно очень широко от замачивания семян. Вот я тоже семена замочила. Здесь у меня томатики. Мы с вами знаем, что томаты можно сеять, особенно грунтовые, раннеспелые, до середины апреля. Вот у меня замочены здесь семена, и прекрасный опять же результат. Все вот пошло замечательно прорастать очень хорошо. На 30 минуточек всего надо замочить эти семена для такого стимулирующего эффекта. Вот как замачивать семена. У меня там еще на подходе есть семена, которые требуют вот такого проращивания. Очень просто. Вы берете эту бутылочку, открываете ее. Кстати сказать, запах очень приятный, такого, знаете, легкий запах кваса. Вот. И вот этой вот, ну скажем, пипеточкой, или вот такой вот с прорисовочкой набираете, и всего 10 капелек. 10 капелек мы отмеряем. Вот. Ну. Кстати, передозировать не страшно абсолютно, потому что препараты биологические, и вашим растениям никакого вреда абсолютно не будет. 10 капелек на вот стакан воды, и мы дальше замачиваем в тряпочки или в салфеточки, вот как я вам показывала, вот так на блюдечке, чтобы это все не испарялось, вот в пакетик. Но за 30 минут и не испарится. Вот. Я думаю, что в этом препарате вообще до проращивания можно оставить, вот как я сделала, хотя это не написано на этикетке. Ну вот я оставила до проращивания, все чудесно. И посмотрим, какие у меня будут всходы. Вот с баклажанчиками тоже посмотрите, да, все хорошо после пикировочки. Пикировку мы с вами снимали в отдельном сюжете, а после пикировочки тоже вот я применяла этот препарат биоспектр. Ну растут, ну просто на глазах. Вот вы знаете, это настолько замечательный этот препарат. Растворяется он в минимальных дозах на ведро всего там нужно. Если вы почву готовите с этим препаратом, то 100 мл на ведро. А если вот так для подкормки растений, там 20 мл, это пол клопачка вот этого, на 10 литров воды. Многие скажут, а куда мне так много, да. Ну вот опять же подкармливать можно абсолютно любые растения и все комнатные растения и всю рассаду. Поэтому у меня вот это ведро вообще легко расходится. Я размешала в ведре и поливаю, беру оттуда, вот у меня уже в леечке налитый этот растворчик и я поливаю мои стаканчики понемножечку. И вот видите, очень даже хороший у них эффект. Я жду, что от этого препарата именно будет ускорение цветения и плодоношения. И вот как думают, что вот я посадил в теплицу уже, да, и там и начну подкармливать свои растения. А для вот усиления этого эффекта буквально с рассадного периода нужно любые препараты применять. И вот этот биоспектр в том числе, да. То есть вот смотрите, мы семена замочили, мы и вот эту рассаду до пикировочки мы ее полили. Она и приживаемость у них улучшается. И вот видите, и зацветают они так рано. То есть замечательно совершенно вот это действие. Здесь очень много всевозможных активных веществ и аминокислоты. И молочная янтарная кислота здесь находится, да. И вот эти активные все добавочки, они такой эффект стимулирующий и выполняют с нашими растениями. Так что, дорогие друзья, вот если видите такие препараты, не проходите мимо. Спрашивайте в магазинах эти препараты. Я только о чем хочу сказать. Вот многие пишут, что у нас нет таких препаратов в продаже. Дорогие друзья, но есть интернет. Это такая великая вещь. Вы можете в интернет-магазине все эти препараты заказывать. Вам по почте их пришлют. И вот здесь вот сейчас у нас весна начинается. И уже не опасно, что эти все жидкие препаратики у вас замерзнут в дороге, да. То есть, пожалуйста, вы берите и заказывайте. Только напоминаю, что вот если вы сделаете рабочий раствор, как вот тут вот написано, на ведро разводится, да. То вот этот рабочий раствор, он сутки вот свое такое действие сохраняет, да. Поэтому либо вы сокращаете дозу, берите опять же каплями какими-то, да. Либо вы уже вот не храните его, а все, что можно, подкормите вот этими удобренницами, вот этим препаратом. И тогда ваши растения все скажут вам спасибо. Вы видите, что у меня цветы цветут, земляничка тоже с цветами, ну и баклажанчики стоят бодренькие, так что вот все налицо.